всем привет дорогие друзья с вами я александр михленко сегодня мы с вами находимся в гурзуфе сегодня у нас будет такая надеюсь насыщенная экскурсия пройдемся по городу по набережной покажу вам всю эту красоту этого маленького поселочка находится он в 11 километров от ялты в принципе недалеко но честно говоря мне здесь очень очень нравится счастье ли не в крыму в общем давайте пройдемся сами все увидите вот такие узкие улочки не знаю почему но мне прям это очень нравится так как у стран с вами пойдем пока еще не знаю сначала сходим давайте на набережную а потом же по саму поселочку погуляем посмотрите это же круто очень это кинается маленькие узкие улочки ведь конечно передвигаться нужно покупать какой-нибудь скутер мопедик когда будет удобно пешком тут вверх вниз подниматься конечно сильно устанешь вот они гурзуфские коты нужно идти дальше согласитесь идешь как будто по ком-то старинному городу ну не знаю к вам действительно ощущение которые я испытываю обязательно кто не был в гурзуфе побывайте и здесь я верю вам сто процентов понравится там кстати где-то находится дача чехова если у нас удастся туда попасть вам покажу ее ну хотя она будет закрыта вряд ли мы то вы пойдем но сдалека точно покажу из такая улица смотрите там дальше верхней улице выложены вот такой плиткой из на брусчаткой это или что но на прям очень сочетается с этим городом поэтому обязательно придется потянутся вам покажу где такие скользкие камни будь и здесь осторожны потому что здесь обычно кто-то падает когда по ним идет и все мы уже выходим практически на набережную здесь у нас прокат скутеров еще находится кафе мольберт вот такие тоже скульптуры его украшают ну идем на самое главное на набережной огромнейший вот такой гипарис растет сегодня кстати уже 14 октября посмотрим сколько здесь людей если те которые купаются я думаю что не по-любому есть вот такая здесь ливневка еще старенькая видно вы не знаете объяснить что меня парень этот город но действительно очень круто так и здесь проходил женщина прошлый раз тоже на такой штуке до сих пор она играет так людей вижу там уже нормально сезон в крыму продолжается погодка кстати теплая комфортно друзья не сильно жарко не холодно идеальное время чтобы посетить крым насладиться его осенью в этом году у нас такая осень теплая не знаю все до сих пор уже еще отдыхают 14 октября сезон уже давно закончился растут такие живые цветы так на море сегодня у нас шторма нет водичка вроде бы чистейший есть такие торговые ряды и типа кипарисовой аллеи в судаке кафешки ряды с минутком одном уровне здесь смотрите гигантские просто кипарисы растут это круто природа и быка не перестает удивлять сюда идешь не наслаждаешься блин погодка замечательная друзья вам нужно все круто нужно кстати полотенца купить вдруг пойдем купаться с вами а блогер вот здравствуйте так рассказывает как вы отдыхаете в гурзуфе я работаю вы работаете я я приехал это фотографировать еще раз когда на руку болгатур это это где она находится на из самых красивых и белых точек гурдухи блинам-то должен это вот она или нет маленькая заднего целого она тоже к нибудь подойдем так где еще были в крыму какие интересные места можно посмотреть расскажите практически везде был за всю жизнь было 1000 путешествий по крыму за 17 лет 1000 путешествий по из тех мест которые разнообразны гора демиржи то есть любое время года особенно когда меняется погодные условия это самая самая необычная самая красивая самая удивительная гора в крыму да я называю город тысячи тропинок то есть там можно заблудиться если я траги не заблудиться это просто каждый раз когда идешь на маршрут другой маршрут получая получается другой маршрут уникальный то есть реально реально интерес и каменные суканы и злояния они смотрят очень интересно и загадочные красиво то есть как бы не видеть понятно ладно спасибо вам большая не хочу хотел сказать обалдел буквально от погоды и просто не верит сентябрь-средина октября народу полнореша сам плавки не реально людей много сегодня в октябре продолжаем наше путешествие вот смотрите пляж центральный гурзовский как видим люди купаются загорают дети водичка просто кого-то лазурного цвета что я предлагаю предлагаю нам с вами тоже пойти и искупаться в море давайте часть ним набережно запустим коптер а потом уже пойдем купаться чем вот такая набережная что нравится так это ее покрытие посмотрите на эту белую плиночку не выглядит она конечно очень богато очень круто и придает какой-то свой шар сейчас мы идем против солнца это конечно плохо что над зеркаливает сильно набережная зелененькая растут такие растения скульптуры ну в общем друзья прикольно ведь и растут живые цветы такой пляжик если же где немножко по-нашему все равно они есть цветочки поливают эти зеленые конечно много цвета и белые лавочки супер чувство друзья мне в гурзуфе очень нравится обязательно к посещению кто здесь еще не был я уже хочу прям искупаться в этом море показать вам с квадрокоптера гурзуф здесь нам удастся запустить его здесь и не соблюд никто его здесь нет путинских дач или чьих-то еще таких высокопоставленных людей и все у нас получится вообще с вами смотрите действительно шикарное местечко кстати если пройдем дальше чтобы открываться вид на гору медведь вон она так загорают люди купаются здравствуйте ну типа того да так а вы откуда мы из волгограда как вам здесь отдыхается вы в гурзуфе или где-то другом из отдыхали ялте отдыхаем приехали на теплоходике да на два часа экскурсия а сколько стоит вообще экскурсия экскурсия человек 800 рублей так а что вы там смотрите интересное видеть просто плывете побережье у нас гид рассказывает нам про побережье понятно в крыму еще где-нибудь были или только ялтогазовым массандровском парке так массандровский парку этом все вроде бы не был понравился понятно ну ладно давайте хорошем отдыха вам спасибо до свидания вот так друзья зрители уже нас тут узнают в гурзуфе но мы идем дальше кстати кто еще не подписался на канал обязательно подписывайтесь потому что я буду показывать зимний крым интересные места которым никто не покажет нас друзья уже 70 тысяч 70 тысяч зрителей еще 30 у нас будет серебряная кнопочка поэтому распространяйте от видеоролик делитесь им в социальных сетях очень надеюсь на вашу поддержку но мы смотрим дальше что у нас гурзуфе ну людей я вам скажу достаточно сейчас самый комфортный отдых когда нет много людей можно спокойно загорать на пляже где кто мне будет мешать не шума ничего природа море и вы супер кстати набережная чистая никаких бумажек я здесь не видел еще или что ее убирают вот переместились в эту часть набережной сделаны вот такие штучки чтобы у тенек для скамеек тоже очень прикольно и есть какой-то свой колорит в этом везде стоят урны мусор собирается хотя вот мы заметили первый пакет вот такая здесь тоже растет акация как у нас судаки раньше росли на набережной потом при реконструкции набережной их всех спилили к сожалению но здесь видимо остались есть розы 5 молодцы дать нам покажу здесь пляж какой-то так обустроен по ходу он плат вход по пропускам и санитарно-курортным книжкам это пляж от санатория и на нем людей уже побольше сами смотрите но туда только по пропуска можно и так понимаю пройти хотя не больше там половину рижаков пустые просто стоят спустился поближе к морю чтобы показать вам какой открывается шикарный вид на гору медведь все туда никак не доберусь друзья уже давно должен быть ходить но на днях обязательно туда схожу покажу вам какие там открываются виды с ней на ней запустим квадрокоптер что смотрите сами на пляже люди загорают отдыхают курортный сезон продолжается крыму честно вам говорю очень тепло как видите люди сегодня купаются смотря на то что есть накат волн водичка чистенькая такой цвет приятный прям хочется нырнуть в общем сами все видите средина октября курортный сезон не заканчивается он собрался быть круглогодичным походу в общем но всех все устраивает так что друзья вы тоже обязательно приезжайте в крым на бархатный сезон который видите продолжается до середины октября вы не пожалеете но мы с вами отправимся по бродить по этим улочкам грузовским может найдем что-нибудь там интересное а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здесь конечно шикарный балкончик с видом на море Вот дом-музей Чехова Мы возле него Написано пляжа нет, прохода нет Время работы с 10 до 18 Входной билет стоит 200 рублей Вот так, друзья, выглядит вход в музей Чехова Проход сюда стоит 200 рублей В эти 200 рублей входит стоимость экскурсии Если вам интересно прийти послушать Честно говоря, мне не особо интересно слушать Сейчас, наверное, с вами пойдем побродим здесь Начнет уже знаменитую Ялту свою даму с собачкой Вот так проходит Все сидят в масках Слушаем Вот здесь на входе на стене дома висит такие таблички Написано памятник историка мемориальное здание Охраняется государством Повреждение памятника окарается законом На второй табличке написано дом-музея Чехова в Ялте Грузовская дача АП Чехова Работает с 10 до 18 выходной Понедельник Давайте пройдемся на эту дачу И посмотрим, как он жил здесь Вот еще одна табличка В этом доме в августе 1900 года Чехов начал работать над пьесой Три сестры Вот так, друзья, всем известно эта пьеса Именно здесь начал свою работу Чехов над этой пьесой Вот, собственно, такой домик у него был Здесь он получал вдохновление Смотря на шикарнейшие виды моря Все установили такую небольшую его скульптуру Как он сидит наблюдает за светом солнца Здесь у него такой был свой сад Давайте пройдемся по саду Посмотрим, что на что любил смотреть Чехов Что он тут высаживал Не знаю, он высаживал или нет Так, я думаю, маску можно снять уже Без маски, друзья, никуда не пускают Ни в магазины, ни в автобусе Вам не продадут билеты И в магазине вас не обслужат Если вас не будет такой маской Такой бред, честно говоря Но приходится наблюдать эти правила Такая красная штучка растет Я не знаю, что за растение Очень похоже на рябину Вот такой сад Чехова Все очень зелено Разные здесь высажены растения Какие-то деревца Вот такие туи Даже пальмы вот такие большие есть О, и мое любимое растение Это бамбук Чехов тоже любил бамбук Если, конечно, здесь он его высаживал Либо это после него уже высадили Но, друзья, здесь тоже есть такая Бамбуковая роща Я обожаю бамбук Когда он так растет Это очень круто Вот, чтобы видели Ну и, конечно же, здесь он получал свое вдохновление Когда работал над пьесами А все открывается Вот такой шикарнейший вид На море Такая смотровая площадка Как видим, туда прибывают люди на лодках У него тут тоже какой-то спуск был Хотя нет, здесь кто-то, походу, живет Прям возле дачи Чехова Вот это круто бежать, конечно И у него свой собственный спуск на море есть У этого человека И здесь он купается Дико круто Там, походу, дикий пляж Потому что там тоже вижу людей Но как они туда дошли, непонятно нам А, нет, вот отсюда, походу, спуск Именно на этой скамеечке сидел Чехов И писал свое произведение «Три сестры» Вот так он смотрел на море Смотрел на заходящее солнышко К нему приходило вдохновение И он творил, писал свои рассказы здесь Написано, что пляжа внизу нет Хотя здесь есть полноценный пляж У Чехова, получается, был свой собственный пляж Возле дома Вот его домик, собственно говоря Вот его Такой портрет нарисовали здесь на стене Какое-то лицо, правда, грустное сделали Ну, ничего Давайте спустимся тоже к пляжу Посмотрим пляж его Вот деревья Это инжир растет Ну, что ни одной Яга, вот есть Он еще зеленый, друзья Не паски Возможно, его оборвали И съели уже отдыхающие Которые сюда часто приходят Так, давайте спускаться Так, мы идем к пляжу Пляжа нет С последнего дня Так, друзья Там есть какая-то другая лестница Люди по ней спускались И проходили именно в эту сторону Я так подозреваю, что мы могли сюда бесплатно пройти Ну, еще 200 рублей Не жалко В принципе, цена адекватна Но Смотреть так Немного там Посаду только пройтись И все Давайте посмотрим на пляж Поднимемся чуть выше Вот такие Здесь филево Скалы были Прям в море Вот такая-то заброшенная Лестница Куда она ведет, интересно Там висит замок Новенький Ну, ладно И здесь, друзья Находится в камнях Дикий пляжик Люди здесь тоже отдыхают И там тоже есть лестница Сейчас спросим у них Возможно ли по ней выйти наверх на улицу Если да, то это будет лазейка для вас Вы сможете бесплатно попасть на дачу Чехова Непонятно Она видит какой-то наверх Вот такой пляж, кто любит отдых дикарем В Гурзуфе тоже можно отдохнуть Вот тут на скалах Идеально такое местечко для такого Спокойного, тихого отдыха Здесь точно не будет много людей Даже в пик сезона Мне, друзья, халявы не будет Там час на территории Там находится гостиница И у той гостиницы частный спуск на море Поэтому можно там арендовать себе номер Спускаться, купаться на море И ходить на дачу Чехова бесплатно Так, друзья, сейчас зайдем в этот домик Где жил Чехов, его дачу Посмотрим все, что здесь есть интересного Здесь, конечно, все комнаты переоборудовали под музей Вот такие здесь исторические фотографии Которые сделаны непосредственно Есть в Гурзуфе Вот такая его скульптурка Здесь такая книга вокруг Чехова В общем, здесь можете ознакомиться с историей Ну, комнатка такая небольшая Почему она не соединяется с другими Странновато Вот, друзья, рабочий кабинет Чехова Все сохранилось, как и было Я думаю, видно, что старые стулья Вот такая старая мебель Вот так чернила там И лист, на котором он писал И вот кроватка такая Все мы увидели, где жил, где спал, где творил Чехов Конечно, круто место пропитано такой атмосферой Остальные комнаты, конечно, сделаны как музей Но вот эта комната, где он спит Обязательно посетите ее Она очень крутая Хотя у нее вход закрыт через окошко можно посмотреть Вот здесь такое фортепиано На котором, наверное, он играл Тоже видно, что оно старенькое Из старого Такое все походское Такие подсвечники шикарные Не трогайте руками, пожалуйста Не будем трогать Такие нотки здесь Вот такая красота На даче Чехова И сюда мы с вами Вот старинное зеркало У него, наверное, смотрелся еще сам Чехов И мы В общем, друзья, место действительно прикольное 200 рублей сегодня в ход стоит Но, честно говоря, стоит тех денег Потому что это комнатка, где он же так обставлен Все красиво, все в старину Обязательно посетите Посмотрите Это история Но мы с вами отправляемся дальше Пройдемся немножко по городу Покажу вам улицы Возможно, зайдем на рынок Посмотрим цены на рынке Так, мы поднимаемся по аллее кактусов Они просто огромных размеров Молодцы, те хозяева, которые здесь вырастили Посмотрите, как они круто смотрятся На таких маленьких улочках Просто молодцы Люди, которые так оформляли свой домик Такой шикарнейший, можно сказать, дизайн Камень сочетается с этими кактусами Выглядит очень круто Молодцы, респект им Как видим, там идет у нас ливневочка под ступеньками Дождевая вода стекает туда Вот здесь тоже посмотреть Высадили кактусы Реально очень красиво Разницы, там, наверное, в частный домчатый Идем, или нет, это тоже улочка такая В общем, в гурзуфе Вот такие улочки Это что-то, друзья, невероятное Смотрите, колумбы с цветами Цветы, правда, уже здесь не растут Но летом они цветут Вот это герань Росла Вот герань Герань очень красиво цветет И здесь все вот такие улочки небольшие Реально здесь можно заблудиться в таком городе Если не знаешь, а хоть он и маленький Но Вон туда ведет Улочка И сюда наверх Мне кажется, мы все спускались или нет? Нет, не отсюда И они все очень похожи Все, выходим наверх В общем, друзья Конечно, жарко на улице Жара Октябрь просто радует каким-то теплом Бархатный сезон не заканчивается Мы с вами путешествуем по Крыму И это очень круто Так, поднимаемся еще на одну улицу выше Вот так все украшено Действительно молодцы Я при не могу нарадоваться, что люди вот так украшают зеленью Свои улицы Ведь казалось бы, все залито бетоном Все в камнях Но При этом здесь много зелени Идешь и наслаждаешься Что люди вот так все выглядели Так, здесь у нас снова Поворот Либо направо вверх Либо налево вверх Куда в интерес с вами пойдем? Давайте пойдем На А давайте направо пойдем Налево нам просто домой А направо посмотрим, что здесь интересного есть Здесь тоже Вот это, как понимаю, роза Когда она цветет Здесь, наверное, очень-очень круто Ну, конечно, подниматься вверх Можно устать сильно Такие здесь гостиша Тут нарисовала котейку Все мы на какой-то заброшенной улице Где никого Нет ни людей Ни местных жителей Это круто Отсюда открывается, друзья, такой небольшой видик На грузов, конечно, солнценно помешается это увидеть Вот там такие горы Такой там лес Шикарный Ше просто И вот крыша этих гостиниц И между этими гостиницами Вот такие же ловочки Есть просто какие-то дико старенькие здания Как вот это еще из дерева Посмотрите на него Таких оно годов интересно Сохранилось до наших дней Закрыто думал Посмотреть, что у них там находится Вот такая здесь красота Просто идешь и радуешься Такие пальмы у людей растут Но, конечно, вот эти улочки Они очень живописные Я не знаю, друзья, действительно какая-то Италия, как в фильмах показывают Вот здесь действительно себя ощущаешь Как в каком-то фильме, не в Крыму Очень круто Я прям доволен Что приехал сюда сегодня Успел на автобус Вроде бы нормально даже доехал И прогулялись вот так с вами по грузовку Но мне грузов еще Еще больше понравилось Чуть просто Чем прошлый раз, когда я был только на набережной Все с такими улочками Шикарно И вот так здесь живут люди Интересно, какая здесь работа Кроме сдачи жилья есть Мне кажется, что никакой Потому что ни завода Здесь ничего такого особо Я не видел Пока шел только санатории Возможно обслуживающий персонал И сдача жилья Интересно, где они сами живут Когда жилье свое сдают Неизвестно Но Гурзов однозначно Стоит посетить Если собираетесь ехать в Крым Вот так побродить по его улицам Получите массу наслаждения Если вы конечно любите гулять Так как это люблю я И вот такие шикарнейшие гостиши встречаются у нас На улицах Гурзуфа Посмотрите, как она выглядит Возможно, это просто чей-то частный домик Конечно, очень красиво Смотрите, как они все сделали Таким шикарным камнем выложена Такая плитка Колонны такие В античном стиле Все охраняется эти камерами Скорее всего даже охрана есть Но выглядит, конечно, убедительно Вот такие двери Шикарно, что сказать Еще видно море У них там Но мы идем На наш троллейбус Или автобус Что будет сегодня идти Здесь успеем Так мы нашли Какой такой поворот Я решил свернуть сюда Потому что интересно Побродить в а вот таким очкам Здесь тупик Так может кому-то во дворе Двор зашел Случайно Не знаю, есть ли там проход или нет Сейчас буду Давай все снимать Блин, круто Так ходить Путешествовать по новым местам Так, походит, что двор Ведя висит Кто-то сдает жилье Надеюсь, люди проходят Нет, друзья, здесь тупик Походу, есть какая-то дверь сейчас Может на улице ведет Нет, здесь колокольчик тупик В общем Можно иногда даже Ходя так по улицам Попасть в тупик Поэтому Дети по улицам, которые вы уже знаете Но все равно прикольно Так прогуляться У каждого Здесь Для каждого дома Горшочки с цветами Высажены деревья Клумбы Просто Рад за таких людей Которые здесь живут Что они так заботятся В своем поселочке Все высаживать Все зелено Вот так Украшают Даже вешают горшочки Посмотрите Заметив, что здесь много котов Здесь очень любят Котиков Тут даже есть памятник коту Но я до него, к сожалению, не дошел Прошел его Возвращаться уже далеко, друзья В следующий раз вам покажу Коты не боятся людей Вот такие все добрые Пушистые С ошейничком Их тут все подкармливают В общем, коты прикольные Лайк за котиков Ух ты, друзья Что я увидел Посмотрите на Вот эту Шикарное Это шикарное полотно Это Наш Новый Свет Я был вот этой Можжевельника Который изображен Вот мы Скапчик Наши края Даже в Гурзуфе Любят Наши края Друзья Гора Орел Вот здесь На ее вершине Я ходил Вы видя отсюда Много моих видеороликов И, конечно же, гора Сокол Отсюда Вы тоже видели Мои видеоролик Я вот здесь Прямо на ее вершине Так, ира Ай Георгий Вот она Плохо видно Там еще не был И вот здесь Должно быть Меганом за веткой Там тоже были Ух ты, вот друзья Внизу царский пляжик Вот катер с ним отплывает Наша Наша Родина Даже здесь Приятно увидеть Конечно Такие картины В Гурзуфе не ожидал Что они так повесят Почему Неизвестно Но это круто Ну что, друзья Наверное, будем заканчивать Наш видеоролик И сюда Боятся коты Надеюсь, он вам понравился Обязательно Поддержите его Большим пальцем вверх Напишите свои комментарии Как вам Гурзуф Лично мне здесь Очень и очень Понравилось Обязательно посетите Это место Ну а мы с вами Встретимся уже завтра В 18.00 На этом канале Поэтому подпишитесь Поставьте обязательно Колокольчик И поделитесь видеороликом В своих социальных сетях Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok